Глава третья. Суть научных теорий. Или некоторые ее части, а также набор правил, которые помогают соотнести абстрактные величины и практические наблюдения. Теория существует только в наших умах и не имеет иной реальности, что бы ни означало это слово. Любая теория хороша, если она удовлетворяет двум требованиям. Точно описывает большой класс наблюдений на основе модели, содержащей всего несколько произвольных элементов, позволяет делать точные предсказания о результатах будущих наблюдений. Например, Аристотель признавал теорию Эмпедокла, согласно которой все состоит из четырех элементов – земли, воздуха, огня и воды. Это была достаточно простая теория, но она не позволяла делать никаких определенных предсказаний. С другой стороны, теория всемирного тяготения Ньютона основана на еще более простой модели, согласно которой тела притягивают друг друга с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Но, несмотря на свою простоту, эта теория с высокой точностью предсказывает движение Солнца, Луны и планет. Любая физическая теория всегда условна. В том смысле, что она является лишь предположением. Вы никогда не сумеете доказать ее. Сколько бы раз результаты экспериментов не совпадали с предсказаниями теории, вы никогда не можете быть уверены, что в следующий раз между ними не возникнет противоречия. С другой стороны, одно единственное наблюдение, не согласующееся с предсказаниями теории, способно ее опровергнуть. Примечание. Выявление отдельных противоречий между теорией и экспериментом, как правило, не приводит к опровержению теории. В таких случаях обычно выдвигается вспомогательная гипотеза, которая объясняет аномалию. Постепенно теория обрастает большим поясом таких защитных гипотез и перестает давать продуктивные идеи. Но окончательно теория отвергается лишь тогда, когда появляется другая, более ясная и продуктивная. Эти идеи развивались Имре Лакатосом, последователем Карла Поппера. В статье «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» в книге Имре Лакатоса «Методология исследовательских программ», Москва, 2003 год. Конец примечания. Как подчеркивал философ науки Карл Поппер, хорошая теория отличается тем, что делает множество предсказаний, которые в принципе могут быть опровергнуты или, как говорят философы, фальсифицированы наблюдениями. Каждый раз, когда результаты новых экспериментов согласуются с предсказаниями теории, она выживает, и наше доверие к ней увеличивается. Но если хоть одно наблюдение противоречит теории, мы должны ее отбросить или пересмотреть. По крайней мере, предполагается, что так должно быть. Однако вы всегда можете подвергнуть сомнению компетентность того, кто выполнял наблюдение. На практике новая теория зачастую является развитием предыдущей. Например, очень точные наблюдения за планетой Меркурий обнаружили небольшие расхождения между ее реальным движением и тем, что предсказывает теория всемирного тяготения Ньютона. Предсказания общей теории относительности Эйнштейна немного расходятся с выводами теории Ньютона. То, что предсказания Эйнштейна, в отличие от Ньютоновских, совпали с наблюдениями, стало одним из важнейших подтверждений новой теории. Однако мы по-прежнему используем теорию Ньютона для практических задач, поскольку различия между ее предсказаниями и предсказаниями общей теории относительности очень невелики. А кроме того, с теорией Ньютона намного проще работать, чем с теорией Эйнштейна. Конечная цель науки состоит в том, чтобы дать миру единую теорию, которая описывает всю Вселенную. Однако на практике ученые делят эту задачу на две части. Первую часть составляют законы, описывающие, как Вселенная изменяется со временем. Если мы знаем состояние Вселенной в определенный момент времени, то эти физические законы скажут нам, каково будет ее состояние впоследствии. Ко второй части относятся вопросы, касающиеся первоначального состояния Вселенной. Некоторые люди убеждены... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...